Буквально несколько минут назад крупный телеграм-канал сообщил печальные новости о семье эстрадной певицы Натальи Королевой. Две недели назад всю общественность России шокировала чрезвычайная новость. Сын певицы Натальи Королевой, Архив Глушко, который находился в СИЗО номер 4 по обвинению в убийстве ректора Института культуры, совершил дерзкий побег и исчез в неизвестном направлении. Полиция пока не располагает информации, где находится молодой человек в данное время, однако существует версия, что Архив Глушко мог покинуть страну, предварительно изменив внешность и используя фиктивные документы. Однако стала известна точная информация о побеге Архива Глушко. В преступлении ему помогали известные криминальные авторитеты города Сочи и Казани, которым заплатили колоссальную сумму денег представители семьи Натальи Королевой. В частности, по факту преступления были арестованы Сергей Глушко и мать Натальи Королевой Людмила Порывай. Сергея Глушко-Тарзана в связи с недостатком улик отправили домой, а вот вину Людмилы Ивановны Порывай удалось доказать и ее отправили в камеру временного задержания. Однако в связи с буйным характером 77-летней женщины, ее пребывание в камере закончилось весьма печально. Досье Людмила Ивановна Порывай. 77 лет. Мать певицы Натальи Королевой. Имеет богатый криминальный опыт. Еще весной 2022 года в Америке, в Майами, была осуждена на 10 лет за финансовое мошенничество, связанное с недвижимостью. Однако через три месяца была выпущена из тюрьмы в связи с амнистией и проблемами со здоровьем. Однако в российской камере Людмиле Порывай не поздоровилась. Всему виной ее неадекватный характер. По словам администрации заведения, Людмила Порывай, впервые появившись в камере, сразу начала вести себя нагло и бесцеремонно. С порога камеры Людмила Ивановна заявила, что она мать Натальи Королевой и ее кличка Крутая Мамаша. 77-летняя женщина, войдя в помещение, стала пинать вещи своих сокамерниц, потребовала два стакана чая и самое уютное спальное место у окна. Последней каплей терпения для арестанток стал тот факт, что Людмила Порывай отобрала спальный матрас у одной из сокамерниц и ударила им ей по голове. После этого на Людмилу Порывай набросилась почти вся камера. Истошные крики 77-летней женщины услышала администрация и вмешалась в серьезный конфликт. Однако стычка с арестантками закончилась для Людмилы Ивановны весьма печально. Мама Натальи Королевой упала на пол, получила серьезную черепно-мозговую травму. У 77-летней женщины сломана правая рука. Отметим, что это уже не первая тяжелая травма Людмилы Ивановны Порывай. Несколько недель назад она получила тяжелое ранение в левый глаз из травматического пистолета и сейчас ходит в специальной повязке.